phants Уже! ну давай! 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 сделай! 1 раз в жизни такое выпадает увидеть давай быстрее! перед съездом на М1 ну давай! давай! ну давай! 300. И будет тракторист тебе. Мы, кстати, на тракторе. А есть, кстати, транспондер, мы просто заезжаем. Так, ну давай, представляешь, мы сейчас подъедем и у нас сразу будет. Ну, давай, давай. Друзья, мы поздравляем этот Ауди. Она проехала ровно по этой планете 300 тысяч километров. А тракториста не забудь сказать. А трактористом буду я. Как меня задрали эти блогеры. Итак, дорогие друзья, картель отправляется в Москву на полусловленный Ауди. Я не знаю, что вы набрали вот это вот. Все, потому что нас ждут великие приключения и я, честно говоря, не знаю до конца, чем это все закончится, потому что... Она два часа работает только. Она же ей не поехать. Шансов, что она доедет, ноль. Согласен, согласен. Короче, Сергеевич взял Ауди. Да, он прикрутил мне ТНВД. 7 болтов. Эту вы серию можете увидеть на канале Техник-теоретик, потому что это было эпично. Официальный дилер приговорил машину к замене блока. Но мы сделали так, что не меняли блок. Почему-то пястка. И самое интересное, мы на этой машине выдвигаемся в Москву и у нас уже не греет печка и горит чек. Да, это ультимативный чек такой. На 300 тысяч пора что-то починить. Мало починили, мало. Илюш, ты готов? Я всегда готов. Что, ты икса смотришь? Да, пытаюсь его проверить по базам. Короче, нас в Москве ждут величайшие покупки. Режиссер, значит, все ради тебя. Вот ты сказал, надо двигаться вперед, развиваться. Да, надо делать. Илюш, я бы на твоем месте пробил бы номерочки через номерограмм. Там очень много может быть интересного. Вот если, например, мы пробьем автомобиль Саня, то бы ничего очень много интересного. Давай, смотри, давай, давай. Я сейчас прям сейчас номерограмм. Открываем. Значит, у меня мой госномер. Давай. Вот он. Итак, вырезки с видосом. Максимально, максимально подробная история. Ну-ка, ну-ка, это как ты таранил. Это не я, это меня. Так, это все с видосом. Вот чувствуется режиссерский кадр, да? О, же моя, вот. Это же твоя. С госномером. Опять она попалась, она непонятно где. Вот, это когда тебе в Волге. А, это когда мы за Волгой ездили. Даже здесь она, посмотри, засветилась. Все видно. Вот, пожалуйста. Прям хрен найдешь. Короче, господа, скачивайте приложение номерограмм и сможете посмотреть подробно историю, что с ней происходило. Потому что иногда люди просто фоткают автомобиль. На дороге у меня есть фотка, где меня просто на дороге сфотографировали. Я там в телефоне кабался. Она там тоже, если дальше полистать, она есть. Офигительное приложение. Я всегда им пользуюсь. 4.41 утра и у меня ностальгия. Сергеич, я твою клизму в номерограмме нашел. Да, здесь она на оффроуде, в автосфере. Тут еще молодой, худенький. Да это опять в лесу. Это кто-то сфоткал. Удивительно, реально. Народ фоткает и выкладывает фотографии. Опять в автосфере. Опять кто-то сфоткал. Это, короче, он камрюху приехал. А с этого момента у меня с камрюхами не задалось. Есть такое дело. Блин, прикольно, реально. На самом деле, целая история. Можно отследить историю автомобиля. А, и вот Сергеич продает свою тачку. Эти самые суппорта твоих, Hello Kitty. Да, да, да. Короче, ребят, очень простое предложение. Рекомендуем. Можете скачать либо по ссылке в описании, либо просто в стори набирайте проверка авто. Там, и даже если у вас нет тачки, просто идете по улице, госномер вбиваете, чик-чик-чик, и всю историю про автомобиль узнаете. Причем совершенно бесплатно. Я, кстати, очень давно им пользуюсь, и каждую самую машину, которую покупал, которую проект, обязательно там, и там есть какие-то фотки. То есть, я вот эту Семена покупал, я точно знал, что он у меня, ну, отколоченный. Ну, маленькое ДТП имел, не отколоченный. у меня у тебя один вопрос. Оу. У тебя какая отметка была по-русскому языку? Три. Три? Заметно, заметно. Ребята, 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 лайф илюши. Меня задолбали, блин, в комментариях. Маховик. Так это Т9 твой, как там? Твой. Да, он объявление размещал, и там написано не маховик, а маховик. Там куча ошибок, и меня там и в рот, и в хвост, и в гриву за ошибки. Я причем этого не писал. Я в твой 5С там в кнопки попасть не мог, понимаешь, там ничего не понятно, что прочитать. Это очень удобный телефон. Да, конечно, его бы сжечь да выкинуть вот туда в окно. Там да его не видно, ни хрена, этот экран там, как вообще там, ты что-то с видишь? Все, девочки, не ссорьтесь, надо заправиться и все заехать. Теперь главное не перепутать. Дизель от 95-го отличается все-таки. Первый раз в жизни, кстати, надо, да. Чувствуешь, Сань, что-то как-то вот навозом пахнет каким-то. Ауди. А, Ауди, говно, да, ну да. Ну что, хренели, что ли, каким навозом? Иди сюда. Жалко по видео А, понюхай. Фу, катализаторов нет. Скажи ему, что он начинает? Ну нету катализаторов, серьезно. Илюша, что? Что, щуп? Щуп выдавливает? А, да? Ёбаный. А можно посмотреть? Не надо, не трогай его. Не будем его трогать. Его либо не встали, либо... что-то случилось. Мне там щуп выдавливает у вас. Щуп выдавливает. Брат, есть очень хорошее предложение. Чего? Давай сейчас пока здесь светло, ее отфоткаем и прямо в Москве выставим. Я тебе отвечаю. Серьезно. Очень хороший план. Там ситуация, там реально щуп выдавливает и все говно в масле. В смысле? Все говно в масле. Хорошо сказал, это я про двигатель. Я понял. Правый счет. Гош, тебе платить. Чем-то начинай. Чего я-то? Ты мне, кстати, еще денег не отдал за этот самый, за инструмент. За доставку. Бывает хуже. Поэтому все тебе платить. Я не понимаю, почему в картеле я всегда плачу и должен страдать? Потому что ты, господин, если ты главный. Ты начальник. Ты стоишь, никаких собственных идей. Мы за тобой как-то и платишь. Поэтому платите вы, если никаких собственных идей. Ну иди пописывай сначала. Я пить хочу. Ты пописывай, место освободи. Хорошо, что пиво сейчас уже не продается. Ты самый-самый главный. Мы с тобой идем, ты нас ведешь, наш предводитель. Просто дай карточку и иди. А у меня нет карточки. Сука. Ты думаешь, что он это оценит? Так сто процентов. Это же правильно. А как? Сергей Ильич, брат, все, водичку. Все, мы взяли тебе газированную. Бально. Зачем мы взяли газированную? Газированная вода. Говорят, хоботы щекотят и отмывают систему охлаждения изнутри. Как димиксид в двигателе. Тем более, ему уже все равно. Давайте американо туда еще нальем. Что нет-то? Что бодрило тело? Нет, это немецкая машина. Русиано. Да, дед, все нормально. Нормальную воду принесите мне. Да это нормальная вода. Она все внутри почти врачистая. Я понимаю, она с газиками. А потом машина пукать будет. Какая нахрен разница? У нее 300 тысяч километров. Дай им праздник живота. Лоб, пупок, часы, кошелек. Кошелек, кошелек, кошелек. Благодарю вас. Ну вот, так лучше. А ты ворчал, ворчал. Еще, еще, еще. Клушай, клушай. Без глаза. Ну, ей все равно объективно это не поможет. Конечно. Километров 115 и этого хватит? А сколько она уже проехала вот так вот? Смотри, тут масло накидала. 115. Километров? Неудивительно, что она отрыгнула от НВД. Такие вы. Это не мы. Что вы начинаете? Это шикарная тачка. Она проехала 300 тысяч, а не 115 подо мной. Все, хватит. Понимаешь, она проехала 300. Мы сейчас двушку бахнем, и все поймем. Если она будет жить, она будет жить вечно. А если нет? Если нет, то буду за вами на брелке ехать. Мы сейчас двушку бахнем, и она как бахнет, потом такой бах будет. Да, могут быть трудности. А я закрываю капот? Ой, ладно, поехали. А может, все-таки антифриз нужно было удалить? Да не-е-е-ет. Уври же это. Шеф, трогай. Я еще чуть дальше проскролил, и здесь опять клизма отколочена из Mitsubishi. У него такие воспоминания, что не фотка, то ДТП. Сергеич, это же наш лучший водитель на дальнобой, поэтому мы его сажаем. В общем, наступило утро, произошла смена водителя. Сергеич спит. Илюшенька, я сколько просил тебя не пропагандировать на основном канале всякие гадости. Это плохо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я состою из вредных привычек. Я понимаю, что ты получаешь от жизни удовольствие, но этого не надо, пожалуйста. Вот на канале Независимый Эксперт этого не надо. Ты не зря носишь кофту, тем более у нас свеча накала замигала. Что бы это могло значить? На основном что-нибудь понимаете в дизелях? В дизелях? Нет. Нет. Поэтому я их ненавижу. На самом деле, я тоже ничего не понимаю в дизелях, потому что у меня проблем еще не было. Но почему бы не хапнуть? Сергеич, только не будет раньше времени. Нет, нет, нет. Пусть поспит. Нагида остановится, наверное. Хорошая идея. Хорошая идея. И вот там как раз есть замечательное место. Смотри. Целер, он здесь еще символакивает. Вон. Рай рыболова. Нет, мне кажется, там сюда. Ну давай здесь. Хорошая. Замечательно. Символично. Заглушил? Поворачивай. Да что ты сразу-то... А что ждать-то? Просто легкий спуг. Все, все подчинилось. Мы, мы подчинили тачку. Пусть Сергеич об этом... Так тачки не чинил. Не знает. Ну, сработало же. Фортануло. Ну, мы же кто? Везунчики? Это как BMW, понимаешь? А дурака везет. Продолжаем движение. Поехал, все нормально. Да, да, да. Москва, по ком звонят твои колокола. Там не так. Там Москва, звонят колокола. У меня свои траки там. Москва, золотые купола. Это классика. Так или иначе, мы в Москве. Мы Макдональдс. А, а, аудос. Мы мутный. Аудос показал себя на самом деле очень хорошо. Были определенные моменты в дороге, но это потому, что, скорее всего, он просто вспоминает, что он машина. Короче, тачка огонь. Так или иначе, господа, цель нашего визита все-таки BMW X5. Белый. На панораме. Рестайлинг. Вообще пушка. Ты хозяину звонил? Да. Какой год машины? А, 2004. Всегда хотел рестайлинг. Почем продается? Недорого. Почем? Недорого. Ну, почем? Ну, 3070. Металлолом конченый, базарин. Да, не. Да, да, да. Да, нормальная тачка должна быть. Ну, все, вот на спорте замутим. Какой? А я предлагаю, кто купит лучше тачечку и дешевле, тот спор выиграет. А, я просто, что, туф-туф с руками, опа, достаю. Сегодня до вечера. Да, я тоже хочу купить тачечку одну. На что спорим? Давай на шашландос. На проставу шашландосовскую. Кто про ЕА, тот с того шашландосов. Короче, резюмируем. Давайте так, идет дождь, погода на самом деле в Москве не очень летная. Давайте так, кто сегодня до вечера находит тачку, в Москве покупает как можно более крутую и как можно более дешевле. Да, да, да. Дешевле. Значит, созваниваемся, встречаемся и хвастаемся. А, обсираем друг другу тачкой. Ну, короче, парни, вам тут всех благ. Вы крепитесь. Вы крепитесь, тут зонтики, молитесь. Все, вы, короче, парни. Я для вас тачечка не взял. А, вы куда? А, кидалова. Денис Александрович, у нас большая проблема. Мы-то без машины пока что. Саня, ты дебил. Ну, у меня просто туз в рукаве. Какой у тебя туз в рукаве? Я тут кое-что присмотрел и предварительно потрогавался. Пойдем под козырек. Пойдем. Я тут... Ты сейчас охренеешь! Маленький спойлер. Все мои друзья пересели на ВАК. Я решил, так сказать... Не, ну, X5 круч, чем Volkswagen. Если только не какой-нибудь свеженький табурек. Я тебя очень глубоко люблю и уважаю. Я тебя тоже. Но я купил валидол. Сейчас, может быть, я себя еще хорошо чувствую, но профилактика, вы знаете, не повредит. Ты ебнулся! Ты ебнулся в край! Саня, куда? Под язык его класть? Да, под язык. Какой нахуй? Бентли, остановись! Ты адекватный! У нас нет столько денег. Георгий Саныч, да ты успокойся. Вот тебе Сбербанк. У меня с ними уже 100-летняя связь. Я с ними уже, вась-вась, дружу очень давно. У меня уже там одобрено. И тебе одобрено. Как ты, блядь, мне-то одобрил? Ты же у меня квартиру покупал, паспорт есть. Я просто не хотел тебя порадовать. Пойдем. Саня, ты нормальный. У нас нет столько денег, Саня. Да, смотри, тебе чуть-чуть и мне чуть-чуть. И такой есть. Все нормально, мы заработаем. Это инвестиции, кредиты, двигатели прогресса. Если правильно... Мои таблетки. Если правильно распоряжаться деньгами, не просто бездумно их купить, мы инвестируем в покупку Бентли. Что тебе здесь не нравится? Чтобы нам вернуть наши инвестиции, нам нужно Бентли продать. Да, мы сейчас берем, покупаем, приезжаем в Петербург, губки красим, моем, шпорим, вот это все. Там такая пушка, ну ты видел. И тюх, фурно-светное плавание, денег заработаем. Стоять! Давай так. Давай. Паспорт где? С собой. Ага. Давай так. Если за два месяца эта машина не отлетает с наваром, проценты по кредиту, рожа твоя наглая, платишь ты. Могу дать таблеточку. Да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А кто, тем более, кто не берет кредиты, тот ездит на Бентли. Пойдем. Все нормально. Я тебе верняк, говорю, схема. Саня, ты неадекватный. Я очень адекватный. Ты реально неадекватный. Это пуша. Ты реально неадекватный. Я до сих пор не могу отойти от надписи «Ипотека». Ты уже год с ней живешь, пора привыкнуть. В общем, это, давай, тут, там, председательные данные. Успокойся, все нормально, не переживай. Не надо на меня так смотреть. В этом нет абсолютно никакого смысла. Потому что я думаю, что. А что я думаю? Мысли в моей голове достаточно серьезно путаются. С одной стороны, возможно, мы поступили правильно, а с другой стороны, возможно, мы сделали ошибку. Ошибка заключается в том, что, ну, как минимум, спойлер у нас так и не открылся. Там звонят наши друзья. Ты давай, вы, Сергеич? Да. Да, ну, что вы? Ну, что вы? А что вы? Мы едем, мы купили тачку, какую пока не могу тебе сказать. Но мы едем. А вот ты думал, что я тебе сейчас позвоню и скажу, что купили мы, да? Ну, я искренне в это верю. Я надеялся, что ты мне позвонишь и скажешь, что ты, что вы тоже купили тачку. Потому что уже на самом деле... Мы купили тачку, мы купили легендарную тачку. Вы купили тачку. Ту белую? Да. Нет. А, не белую, другую? Нет, мы купили другую. Мы купили не белую, а потом я обновлю по гарантии. Да. Чего? Я понял. Ну, у них вообще другую взяли. Смотрите, господа, мы сейчас в разных концах Москвы абсолютно. Там Андрюха звонил. Он нас ждет в Твери очень слезно. Поэтому давайте мы возьмем сейчас курс на Тверь и там уже увидимся. Я понял. А где пересекаемся, на М-11? Я не знаю. Короче, кто быстрее доедет, кто быстрее доедет, тот и красавчик. Видишь, на BMW? У вас сколько лошадиных сил? Или что? А, блядь, вы же не скажете, суки. Сколько у вас лошадиных сил? Нет, ну, я тебе могу сказать. Как минимум есть 180. Это все мои в Ауди. 231. Даже если их сложить, они курят. 231. А у вас сколько? Да у нас... У нас 200 с чем-то рублей налог в день. 280. А-а-а-а. То есть у них какой-то объем на мотор. Я понял вас. Короче, мы где встречаемся? В Твери? Да, давай брать курс на Тверь, бро. Давай увидимся в Твери. Все, хорошо. Давай, договорились. Давай, ага, давай, 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 давай. Давай. Ну что, сейчас мы узнаем. Так вот. Давай, Великов. И из плохих новостей. Горит ошибка. И спойлер так и не открылся. Ты в Альдову далеко? Нет, в Альдову у меня всегда рядом. Я уже съел две. Тебе, другой мой друг, он сейчас тоже очень сильно поможет. Я бы подложил под язычок. Потому что я не знаю, как ты, а я, когда мы немножко набираем скорость, очень хорошо и отчетливо слышу, как воет задний левый ступичный подшипник на Бентли. Я не знаю, наши подписчики слышат это сейчас или нет. Вот сейчас у нас скорость 110 км в час. Ну, а на Товоськи подходят. Какие проблемы-то? А Товоськи поставили? Да, я согласен, это два группы. Я надеюсь, я просто не имел большого опыта ремонта и эксплуатации подобного рода автомобилей. Поэтому, если они все-таки полные вага... Да, конечно. Ну, вот это просто обертка. Красивая, офигенная, статусная. Такая, значит, мажорская, но обертка. Это Ауди. А приборка от Уарега. Ничего такого сверхъестественного в ней нет. Не переживай. Спойлер от чего? Спойлер от Бентли. Это дорого. Поэтому, блин, он спойлер от Бентли. Ты, да, тоже съешь, потому что скоро возможно. Ты тоже. Я уже все пережил. Я сейчас хочу добраться до Твери. Там нас ждет Андрюха. Ну, слава тебе, господи, добрались. Вот Андрюхина тачка, которую мы ему покупали. А, смотри, они другого Икса взяли. Ни белый, да. Ни белый, да. Да, 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 да. Ух. В общем, мы в Твери. Это само по себе не может не радовать. А турбины остынут? А студия взялки Twin Power Turbo? Да, 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 да. Пусть турбины остынут. Ха. Ну, пойдем посмотрим, что там они удумали. Ничего себе. Ты посмотри, какой лакшери на Тверской земле. Да, хорошие люди вас встретили. Господа. А кто это? Андрюха. Радуйте. Я вас категорически приветствую. Слушайте, ну это вы быстро. Господа, ну я вам хочу сказать, ну это прям максимально долго. А что, у вас не едет тачка, что ли? Нет, у нас тачка, тачка едет. Тачка едет? Там просто проблемы со ступичным подшипничком, поэтому мы как бы не быстро там, чтобы быстро не ехать. Андрюха, я благодарю вас за теплый прием. Ничего нормально, подшипник у меня есть, все будет хорошо. А есть специалист, необходим? Нет. Нет, 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 у нас подшипника нет. А, пф. Вот, фирменная. Фирменная. А что за тачка-то? Сейчас, сейчас покажем. А что не белый-то купили? А? В смысле, что белый? Мы белый купили. Мы его купили. А где белый? Мы его вернули по гарантии. В смысле? Он проехал, ну, километр и отрыгнул коробку. И как это получилось? Ну, обыкновенно. Как это? Да садишься, в драйв переводишь, он переключает вперед три передачи, а потом в аварию падает, в третьей передаче и больше никуда не едет. А, вас кинули! Нас не кинули, мы вернули автомобиль и получили свои деньги обратно. Просто перепродавец не пустил меня за руль, прокатился типа сам, ну, как знаю, чтобы она не падала в аварию. Я только выехал, надобил первая, вторая, третья, все, она упала в аварию, ее заклинилось. Ну, мы тоже херню, на самом деле, купили такую, блядь. Кто бы? Ну, там он, блядь, на нормально. На самом деле, послушай, нет, а он на самом деле, я честно могу сказать, я поначалу очень сильно кипяточил. Да я даже сходил в аптеку и купил валидол, потому что... А солидол? Солидол не взял. Солидол я хотел взять для него, но потом я подумал, что сначала лучше взять себе валидол, чтобы потом была возможность взять солидол. Короче, мы купили дурацкий ВАГ. Да, да, в принципе, в принципе, это обыкновенный Volkswagen, то есть ВАГ-групп, то есть мы, в принципе, недалеко от Сергея еще ушли. Пойдемте просто посмотрим. Пойдем. ВАГ? Георгий Саныч, вы охуели в конец, что ли? Да в смысле? В смысле, это Бентли, блядь. Какой ВАГ? Ну, Бентли, это же ВАГ-групп. Это же Volkswagen. У меня один вопрос. Благодарю вас. Там на рычагах написано Audi Volkswagen. Я знаю, что это такое, не надо мне рассказывать, что это за автомобиль. Там даже приборка от Собурега. Сколько денег. Я тебе так могу сказать, нам пришлось взять кредит. Я не хотел. А я не виноват. Но на самом деле, надо думать, что как бы на первый случай деньги нужны, чтобы провернуть операцию, и нам нужно продать Бентли дороже, погасить кредит, и у нас останутся деньги. А мы не кредит взяли. А мы... Мы закрованные. Как говорят мудрые люди, кредит – это двигатель экономики. А, кстати, по чем взяли? Недорого. Недорого. Ну, по чем конкретней? Я тебе не скажу. Почему? Потому что ты не говоришь, за сколько вы взяли ее. А ты не спрашивал. Ты сказал, мы взяли кредит. Ты не спросил, когда мы взяли кредит. Я сказал, в кредит, а мы говорим, не в кредит. Добро пожаловать. Ты присядь. Да, мы соскучились. Короче, послушай, нет, ты знаешь, я могу сказать, Сань, мы сейчас все узнаем. Мы сейчас все узнаем. Что вы узнаете? А вот сейчас мы узнаем, по чем ты его взял. Есть же замечательное, прекрасное волшебное приложение. Мы сегодня, кстати, много раз уже пользовались. Я сейчас научусь его открывать. Вот. Берем, нажимаем на плюсик, вводим госномер. У нас получается R462AT790. Номера грамм, работай. Вот она, пушка, 7-го, 02-го, 2001-го. Вот она, фотографии. Ага, пробег 400, где он? У вас сколько пробегов? 73 тысячи. У меня меньше. У вас осмотанный. Да сейчас, ты потрогай, там новый. Смотри, он продавался за 550 рублей. Я, собственно, купил автомобиль. И вот еще, и вот еще одно объявление. А какой год? Первый. У меня меньше. 2001-й? Да. Так, у нас свежак. 2008-й. 600 л.с. 610, брат. У вас кредит. В-12, брат. В-12. 610 сил. Короче, если кто-то хочет узнать, почему мы купили эту машину, значит, скачайте номера грамм по ссылочке в описании. Вбейте наш номер. И там, как бы, можно посмотреть объявление. То есть, все такое, короче, подробная история, потому что машина на фотографии светилась. Он с ключа заводит, там же кнопка старт-стоп. Он знает, как запускать Бентли. Это же вак. Илюша, там турбины две. Илюша, сейчас задиры будут, вылезай. Кредит есть. Что? Где задиры, где? Нигде. Отлично, 70 тысяч пробега. Вот это, кстати, пленка, это можно снять. И он чисто белый. Это Форсаж 8. Розовая. Вы знаете, фильм смотрел? Смотрел фильм Форсаж 8? Вот там так же. На вас, наверное, очень много людей смотрело. Подозрительным взглядом. Мы на Бентли, знаешь, что настолько напрягало? Да, да, вот именно что. Послушай, мы проезжаем мимо остановки, и все девчонки сразу губки свистком делают, так, фу, складывают. Ты скажи самую главную правду. Одна проблема у Бентли, шумоизоляция. Да? Слышно вот эти дешевые машины вокруг вот этих. Санечка, ты сначала кредит отдай, мудак. А потом будешь говорить, понимаешь? Смотри, вот прокатился, прокатился. Я сначала его за руль не пускал. А потом он прокатился и сразу начинал. Вот это Бентли мне бы вообще просто... Вот развращает, развращает. Бентли пушка, там дорого. Там дорого, дорого, дорого. Дорого Александрович, а вы нормальные? Нет. Х-5. Вак. Ладно, вак. Да, это из Мурманска, это Сергеевич притащил, да. Вак. Мне же обидно. Вак. Это тоже вак. Это Леша подбирал. У тебя тоже вак. Он договорился. У меня самое старое. Ну вак же. Вак. Добро пожаловать вак. У тебя какой год? 96 мая. Ну все, самый oldtimer, ты приближаешься, скоро отвезешь в Германию. 30 лет. Да? Можно? Господа, слушайте. Ну дай. Я же знаю ваше гостеприимство. Наверняка есть шашлычок. Конечно. Мышлычок. Банька. Пил? Нет. Будешь? Нет. А что-то... Давайте посветло уже подробный осмотр всего этого дела будем осматривать, потому что сейчас объективно ничего не видно. Я. Мудак и мудак. То есть получается мы взяли выгодно, выгодней и победили, получается. С вас шашлык. Э, где шашлык? Господа, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, ну... Кто победил? Кто, да, кто в этой ситуации... Лох! Этого не было в условиях. Я не хотел. Это читы какие-то. Четы, да. Я за кровные. Он реально... Хорошо. Ладно, давайте так. Кто быстрее свои ведра продаст? Ха-ха-ха! Блядь, все проигрышное. Кто больше заработает? Давай так. Кто больше заработает? Кто больше заработает? Саня, я здесь вообще без проигрышной схемы. Если мы ее два месяца не продаем, проценты платишь ты. А если я продаю ее, забираешься от 60% привыкнуть? Да нет, нет этого видео. Там тогда 50 на 50. Ну что ты меня штуруешь? Ты меня развел опять же, явли. Да. С тобой дела вот эти делать вот это... Ты меня развел на кредит. Я тебя на двигатель экономики развел. Да, да, да. Дядя и с половиной Бентли. Да нахрен она мне нужна. Мне нужны деньги. 3 в 12. Да господи. Как ты, Андрюх? Я... Можно матом? Ну сейчас не надо, это не обосновано будет. Я в Ауе, в легком. От чего? От происходящего. Дорого, дорого. Меняешься ключ в ключ? Конечно, только надо кинуть 2,5 миллиона. Ты не друг мне больше. Ну немножко, у меня со скидкой было. Сань. У меня брелок от Лексуса. Саня, стой, стой. Да, это 2,4 миллиона. Стой. Извини. Ты же мне говорил, что будет за 2,4 миллиона. Будем продавать. Я просто там проехал, там все так дорого, дорого, дорого. Братишки решил навариться. Дорогие друзья, дорогие товарищи, братья по оружию, я даже так скажу. По камере? Конечно. Конечно. Зловещь у тебя в руках. У нас оружие одно, это камера. И я очень рад вас всех приветствовать на нашей Тверской земле. Александр, положите телефон, пожалуйста, а то вы уже как-то выделяетесь. Видос вышел, я комментарий читаю. Я очень рад вас всех приветствовать на нашей Тверской земле. Хотя я к нашей Тверской земле отношусь, конечно, тоже частично, но ладно. Георг Саныч. Георг Саныч. С Coca-Cola, я понимаю, за руль с утра это важно. Тарас Сергеевич. С Coca-Cola за руль с утра важно. Она не пенится, я понял. А почему Coca-Cola не пенится? Мы за один вопрос. И я, Владимир Ильич, я вам покажу. Наглядно. Вот именно поэтому. Ага. Потому что я вливаюсь. Это потому что Coca-Cola заряжена. Да. Так что я рад вас здесь приветствовать. Я всегда вас приму в качественном виде и всегда буду ждать здесь. Потому что что? Я член картеля. Спасибо. Ты их знаешь, герой. Дай-ка, это жахтуйся со всеми. Поднимем бокалы, господа. Нет. В принципе, все получилось хорошо. Машины здесь. Одна, вторая, третья. Четвертая. Четвертая. Ауди доехала. Ауди доехала. Доехала, доехала. Вообще не вопрос. Без приключений. Я договорился. Ты договорился. А корова, кстати, до сих пор едет. Мы еще не к Питере. Ничего страшного. Представляешь, она пытается жужжать, но едет. Чау-чау. Доедем. Как-нибудь доедем. Несмотря на то, что бытует мнение утро добрым, не бывает. Утречка действительно добрая. Что вчера происходило, лучше не знать и не акцентировать на это внимание. Но бассейн есть. Илюша. Илюши здесь нет. Но, видимо, скоро будет. Приводите себя в порядок. Господа. Все бодры, веселы. Сергеевич, огонь. Привет. Санечка, огонь. Да, как всегда. Да. Киселек. А уже видишь, все заряжается. Нет, не киселек. Вот это название. Добрых. Дворон, что ж ты бьешься над моею головой. Вам не кажется, что это напоминает эпизод из особенностей национальной охоты? Все, 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 все. Все, все, все. Все, 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 все. Да. Есть что-то? На самом деле, я хочу сказать, это как раз тот случай, когда наступает утро. И утро доброе. Есть что-то в этом философское. Есть, да. Вот так вот сидим на веранде, на воздухе, в Твери, так сказать, у друзей. Свежо, хорошо, греется мясо. Надо выезжать. У меня вопрос, где Кузьмич? Медитирует. Медитирует. Скоро будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все на месте, за ночь никто не убежал. Что? Отсюда у вас задиры видно. Да, остановись, ты понимаешь? Какие задиры у него пробегает наша пушечка-девочка. Маслом пахнет, значит, есть. Нету в нем задиров. Он с рубля. Он обслуживался лучше, чем ты в лучшие годы. Ну, ну, да. У него одни тормоза, миллион двести стоят. И у него... Кстати, ты видел тормоза? Нет. Ты видел? Карбон и керамика. Смотри. Дорого-богато. Нравится. Знаешь, что хорошо? Колодки недавно поменяли, поэтому нам менять их не нужно. А то бы мы с Аней еще кредит... Давай оригинальные поставим тормоза, эти продадим за пятьсот. Дело говорит. как минимум это процент покроет сто процентов дело говорит прикололись во первых кому нахер мы их продадим другому владельцу бентли на сне сот который миллион 200 хорошую машину для ребят поэтому кто сектор интересует бент она будет в таком стоке потому что пушечка девочка кого интересует тормоза от бентли просто напишите там в комментариях или куда-то карбона керамика обслуженные четкие ставились на рубле за миллион двести так или иначе что мы делаем происходит проверка технических жидкостей перед выездом как ты нвд нвд шикарно идеально я бы даже что все отлично смотри я правильно говорю о том что если машина пройдет еще значит она будет жить чувствуешь вонящий солярой чувствуешь что тем же концерном по велу что из поток а я думал деньгами а нет так теперь теперь пушка гонка масло помойка здесь ничего не скажешь хорошая машина тут все хорошо надо долить это бэш это бмв началось масло есть все господа так или иначе мы готовы выезжать автомобили технически исправны да 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 я не видел это минус приора храни и господь да мы готовы уезжать потому что до петербурга остается 500 километров проедем их с кайфом массажем с массажем да сергеич у нас есть массаж опачки отлично меняется проблем нет ради моешь ничего не меняется в этих бмв абсолютно все одно и то же но надо сказать одно ты бросил бухать сморо опять начну зачем мне что-то есть бмв вот объясни мне а почему ты раньше бухом потому что у меня не было бмв потому что x5 не было а теперь у тебя есть теперь у меня есть и теперь денег больше не будет не будет антифриза в дорогу берем да и какой кристально чистый да да кристалле сквозь земли пока все равно радиатор менять поэтому ничего страшного но кстати работает хорошо надо ну конечно почистить по подмыть стоковый маффин адек бампер и запасной а и крови однако у тебя есть крылой бампер запасной до тачка нормально так здесь огонь там огонь здесь огонь все господа курс на ленинград в общем и остановились покушать и видимо у нас ситуация вот так вот не надо абсолютно не надо плохо дело может быть из этого до 100 отбросил нет он аукс он аукс подключал он занят 0 когда водила подключил аукс все мои волки делают аукс ну и радиатор делать до свидули нам нужно больше воды да 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 он все больше и больше по шкуру сходится пушка гонка можем поступить как в советское время вместо пробки просто поставить пакет на резинке на проволоке как угодно чтобы не было такого давления это в теории я могу спросить у теоретика в теории можно спасибо а на практике о давляк 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 на практике нет все все лабораторными испытаниями только что было выяснилось что так ждем пока остынет не надо 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 не так вот так вот не надо надо не как да и чему новая машина проблемы все те же бмв почему у нее постоянно проблемы с антифризом volkswagen рекомендую на ауто никаких проблем с антифризом форсаж 8 диски хорошие диски до тормоза хорошие не скрипят и челкнулся что но обычная просто они же увидел видео говорят что они на холодную скрипят они они на холодную не тормозят другая тема причем серьезно карбона керамика пока не нагреется на такой себе нет если исполнять так то гражданские до 70 какой расход спасибо за вопрос давайте не будем больше его задавать блин ахренеть совсем чуть-чуть не доехали да нет я не про bentley и лёш что случилось какая-то игруха дикая сильная давай я с тобой поеду здесь спереди либо раздатка разваливается либо раздатка либо редуктор совсем чуть-чуть не доехали ладно как-нибудь дотянем потихонечку только не гони буквально в двух шагах от автосферы да не вроде нормально сейчас нормально а сильно было грамм бывает игром я еду 60-80 давно промыли про колоди то ли то что колодок за сзади нет потому что портал одну почему здесь почему редуктор передний либо привода но это бензиновый на них редко редуктора летят чаще привода с бмв а был бы дизель уже бы хряпнули конечно конечно и задний передний редуктор еще и привод сам этот как и палка это да обязательно хозяин бмв должен страдать я уже понял ты уже начинаешь пихо я напоминает да как все это было будем изучать устройство стране от течи антифриза одно радует печка нормально работает а это немаловажно а значит съем торпеды временно отменяется но только временно ну она даже не шелестит так это же бмв не то что бензли как тебе сказать когда я был моложе и когда это был полный хайп мне больше нравились подобного рода автомобили в том числе у них передвигаться а сейчас я сажусь и понимаю что там что-то от табурега а очень много всего единственное что ну отделка действительно дорога богата из хороших материалов то есть именно по качеству а ну и все тачка для любовницы ну так я могу повторить то что вчера сказал по поводу того вашего вот этого состояния как вот чуешь да 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 редуктор либо привода на камере не слышно но вибрация да есть редуктор либо привода и чем быстрее тем сильнее ну очевидно короче тачка либо для любовницы либо чисто для конкретных вот пацанов вот таких вот что прям вообще конкретно эй бентли да то есть как то так с розовой крышей это потому что из восьмого или девятого форсажа блять так сделан я не знаю я не смотрел ни первого ни второго ни третьего я не смотрел ни одной части форсажа уж простите но мне сказали что в одной серии форсажа вот так восьмой по моему 8 8 сняли не серия продолжение дичь да частей опять жжжж саня все хватит хватит остановись это не выхлоп это песня это мотор сотый бензин W12 100 бензин это песенка просто ногу убери с газа все пойдем в финалочку снимать она ездит на сотом бензине мы сотом топливу лапочка девочка как мне нравится ты поцеловал биткоин да кстати меня бентли на один биткоин всего бензин биткоин мне больше не надо кстати можно битта пойдем в финалочку снимем и подведем итоги пойдем всех со мной да я честно говоря так тебе могу сказать Александр я сначала отнесся скептически скептически к вашей схеме честно лукавить не буду но так сказать все взвесив взвесив все за и против я на самом деле все таки принял решение что это имеет право на жизнь это имеет место быть и кто не рискует кто не пьет шампанского это значит у меня есть еще один кредит поздравляю поздравляю спасибо но по прежнему у нас есть еще один X5 у которого что нибудь отвалится либо привода либо редуктор передний и у нас еще есть новый Аудосу Сергеевичу который прошел тест драйв прошел тест драйв да и ТНВД у него не отвалился да это само по себе не может не радовать поэтому машина жизнеспособна а это значит она моментально подорожала еще остался один вопрос капитальный вопрос да когда нас отсюда выселит Михайлович потому что на парковку потихонечку все обрали в смысле нам вставать уже некуда а мы пока ехали он не вчесывал давай еще в Липец съездим точку заберем да надо ехать уже все ауди 1100 туда обратно 2200 все смотрите все что происходило закадрово и вы не видели в этой серии то есть как покупался X5 можно посмотреть на канале техник-теоретик как покупался Bentley что со мной происходило и как я кипяточил можно посмотреть на небезызвестном канале надо делать я все таки хочу добавить к этому слогану этого канала надо делать что-то хорошее Адекватное адекватное надо делать что-то адекватное важная ремарка Мы с тобой нормальны Всем мира добра и удачи Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки, комментируйте Высказывайте свои предположения